На конвейере 30-й том советской энциклопедии. Ее выпуск начался в московской типографии номер 2 «Союз Полиграф Прома». К этому событию тщательно готовились редакторы, корректоры, наборщики, печатники, чтобы почетный заказ выполнить на высоком полиграфическом уровне. Сейчас вы видите первые страницы уникальной энциклопедии, издание которой началось 9 лет тому назад. Добавим, что в нашей стране такой необычайно ценный труд выходит уже в третий раз. Заслуживают добрых слов усилия издателей и полиграфистов. Они четко наладили работу, ежегодно выпуская по 3-4 новых тома издания. Большая советская энциклопедия. Это 100 тысяч статей, 36 тысяч иллюстраций, 1650 карт, тираж, 632 тысячи экземпляров. Над изданием работали крупнейшие советские и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, мастера культуры и искусства. Руководил выпуском издания главный редактор Большой советской энциклопедии, лауреат Ленинской и Нобелевской премий, академик Александр Михайлович Прохоров. Это универсальная энциклопедия, и поэтому там имеются статьи по всем направлениям человеческой деятельности. И политические статьи, конечно, и гуманитарные статьи, и научно-технические статьи. Я бы хотел отметить, что в разделе науки и техники там появились новые разделы, которых раньше не было. Ядерная энергетика, молекулярная биология, управляемый термоядерный синтез, квантовая электроника, вычислительные техники и другие. Много места также удалено завоеванию космоса. Популярность этой энциклопедии не только у нас, но и за рубежом достаточно велика. Сейчас она издается в Америке. Вышло уже 20 томов. Вышли первые тома в Греции на греческом языке. Переводится в Италии. Подписано соглашение об издании большой советской энциклопедии в Испании. Зарубежные читатели хотят знать о нашей стране получить более-менее полную и правдивую информацию о нашей стране, стране развитого социалистического общества.